Сезон дорожных ремонтов и асфальтирования грунтовых дорог постепенно подходит к концу. Отдельные улицы почти готовы для сдачи в эксплуатацию, тогда как другие будут закончены в ближайшие месяцы. Для этого также используются средства, выделяемые государством на преодоление последствий COVID-19. В настоящий момент закончены практически все работы на улице Лыкснес на Старом Фаштате, где было проведено асфальтирование гравийного покрытия, обустроена ливневая канализация, освещение, подъездные пути и дорожки калиткам частных домов. Тем самым решена проблема стекания дождевой воды до улицы Авеню, которая вызывала размытие дороги и мешала пешеходам. Все это должно облегчить жизнь не только жителей местных домов, но и прихожан Николы Покровской Старообрядческой Маленной. Сдача этого километрового участка в эксплуатацию пока задерживается из-за планов предприятия Саддл и Стейклс по работам с кабелем в зоне дороги. Работы на улицах Слоку и Лепу на новом строении также вышли на финишную прямую. Уложены все коммуникации и щебень. Асфальтирование, в том числе будущей небольшой парковки, должно начаться уже на этой неделе, а все работы планируют закончить до конца октября. Находящиеся неподалеку грунтовые улицы Баускас и Гроднес, с которых летом поднимается большая пыль от проезжих машин, также будут заасфальтированы. Недавно был подписан договор с исполнителем. Приступить к работам должны в ближайшие недели. В другой части города, в микрорайоне Гайок, происходит основательное обновление улицы Фабрикас. Здесь, в рамках проекта по ревитализации городской среды, для улучшения экономической активности, приводится в порядок отрезок от улицы Целстали до улицы Централа. Уже проложены все необходимые коммуникации, свет, сделана ливневая канализация, подготовлены тротуары. Происходит укладка щебневого основания для последующей укладки асфальта. Проект будет завершен в конце октября-ноябрю этого года. Все это лишь часть тех дорожных проектов, которые реализуются с самоправлением в разных микрорайонах города. За актуальной информацией о ремонтных работах и связанных с ними изменениях в организации движения, следите на домашней странице самоправления daugupils.lv. Сюжет подготовила Дела общественных отношений и маркетинга Даугупилского самоправления.